Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа. Благодарность нашему Господу, что Он каждого из нас ведет своим путем. И я благодарен Господу, что уже вот 29-й год я совершаю служение в трансмировом радио как звукооператор. И действительно, за это время много поменялось. Мы начинали с ленточных магнитофонов, а теперь уже все совершенно по-другому. Господь дарит гораздо лучшие возможности, гораздо больше Его Слова распространяется. И мы желаем, чтобы действительно все это было во славу нашего Господа. Но меня напрягает один момент. Священное Писание говорит, что кому больше дано, с того больше спросится. Я много слушал, и теперь мне хотелось бы действительно, чтобы, во-первых, я это применил к самому себе. То, что я слушаю, то, что говорится в передачах. И Господь благословил нас сегодня. Даровал нам замечательный день, когда мы можем предстать перед Ним. Он дает нам свою благодать, Он дает нам свой мир. И это очень ценно и дорого для нас. Потому что в настоящее время очень много людей пребывает в тревоге. Но вообще-то на протяжении всей жизни мы видим, что для верующих и для неверующих не было на земле такого места, где они бы совершенно не испытывали никаких трудностей или переживаний. И Давид говорит в первой книге Паралипоминон, 29 глава, 15 стих. «Странниками пред тобой и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного». Нам хотелось, чтобы действительно в нашей жизни как-то было больше гарантий. И очень часто мы приводим к выводу, что нет ничего прочного. Что бы мы ни начали делать в своей жизни, мы знаем, что оно довольно-таки шаткое. А нам бы хотелось бы гарантий. Потому что гарантия – это хорошо. Я помню, когда я однажды купил чайник такой современный, с разными функциями. И я первое время им пользовался. Но очень скоро чайник припаялся ко дну. И невозможно было пользоваться. Я отнес в мастерскую, и там выписали справочку, что я могу получить новый. Хорошо, что есть гарантия. Я получил новый, но новый тоже доработал, не только. Такой же самый чайник. И проходит некоторое время, опять он прикипает. Я снова иду туда. Они говорят, ну, можете еще раз взять. Но уже гарантия кончается. Я думаю, я возьму все-таки другой. Потому что, когда мы особенно какую-то ценную вещь берем, нам хотелось бы, чтобы это было качественное, чтобы было с гарантией. А здесь мы видим, Давид говорит, что нет вообще ничего прочного. Но знаете, гарантия – это хорошо в нашей физической жизни. Но для нашей духовной жизни тоже хотелось бы иметь гарантии. Какие? Что наши убеждения, что наш фундамент, на котором мы стоим, он действительно твердый. И когда мы планируем свою дальнейшую жизнь, мы надеемся на Господа. И мы в этом имеем огромное преимущество перед неверующим. Потому что он нам дает такой мир, который даже объяснить и рассказать невозможно. Совершенный мир. И когда для неверующих, особенно, когда касается, знаете, будущей жизни, или когда у людей очень много разных страхов, очень обоснованных, иногда необоснованных, они не боятся того, что должно было бояться, и боятся того, что, казалось бы, и не нужно было бы бояться. И Иисус Христов говорит, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. И старт смерти, вообще-то, присущ каждому человеку. Потому что, когда человек размышляет о нем, и холод немножко сжимает сердце, особенно неверующих людей, я говорю. И, может быть, даже пугает больше их не то сам факт смерти, а что будет после смерти. И среди многочисленных вопросов, которые Ио задавал Богу, есть вопрос, который актуален абсолютно для каждого человека. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Ио 14 глава 14 стих. И действительно, этот вопрос не оставляет без внимания ни один человек. Для каждого это очень важно. И из первого возникает вопрос. Как это скажется на нашей дальнейшей жизни, чтобы нам не оказаться в одной компании с богачом из истории Иисуса Христа о богаче и Лазаре? И возопив сказал, отче Аврааме, милосердись надо мной и пошли Лазаре, чтобы омочил конец перста в своей воде и охладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени семь. Действительно, мы видим, что этот человек принес очень большие мучения. Это был, как вы думаете, это был верующий человек или неверующий? Он был иудеем. Он знал Авраама. Он был, скорее всего, верующий человек. Почему он там оказался? И очень часто Иисусу Христу тоже задавали подобные вопросы. В Евангелии от Дуки, 10 глава, когда законник встал и, ускоряя, сказал его, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Ну, Иисус Христос обращает его к закону. Вот в законе как читаешь. Но тогда он, желая оправдать себя, говорит, а кто мой ближний? И здесь Иисус Христос говорит ему о притче о милосердном самарении. И здесь тоже интересно, что Господь именно так ответил. И еще один вопрос тоже на тему, что же делать. Когда, Евангелие Марка, 10 глава. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, учите о благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Мы знаем этого юноша, да? Хороший, приятный юноша, почти христианин, как он поступает в моральном плане, во всех. Но Иисус Христос говорит ему уже не о ближнем, а говорит о том, чтобы отдал свое имение, продал и раздал нищим. И, казалось бы, совсем немного не достает. Одному не достает, чтобы полюбить ближнего, другому продать имение. И мы видим, что здесь Иисус Христос ставит для одного человека одно условие, для другого – другое. Еще одному человеку, задавшему вопрос о заповедях, Христос говорит, «Недалеко ты от Царствия Божьего». Недалеко. Хорошо это или плохо? Хорошо, что недалеко, да? Но все-таки еще не в Царствии Божьем. Как видим, этот вопрос для Иисуса Христа люди задавали гораздо чаще других. Они задавали Иоанну Крестителю. И здесь им всем хотелось, чтобы или Иоанн Крестителю, или Иисус Христос ответил им по полочке. «Сделай это, 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 и тогда ты можешь быть совершенно спокоен». Но мы видим, что здесь Иисус Христос говорит, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Когда люди задали Ему вопрос, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Немножко в другой форме. Но мы видим, что здесь Иисус Христос говорит о вере. Он не говорит уже ни о первой заповеди, ни о ближних, а о том, чтобы веровать. И это очень просто кажется. И для каждого человека, кажется, ну, это довольно-таки просто. И многие люди, знаете, они, основываясь над этим, они считают, что, ну, поверить очень просто. И приводят примеры разбойника, приводят примеры сотника, которому апостол Павел говорит, что, чтобы они так же, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и дом твой даже. Ты поверь, и весь дом спасешься. Кажется, очень-очень просто. Но тогда возникает вопрос. Если все так просто, почему же при таком множестве верующих, очень много верующих на земном шаре, но так мало спасающихся. И вот эта истина о малом количестве спасающихся, она актуальна для каждого человека. Евангелие Матфея, 7 глава. «Ходите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ними, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Почему? Почему немногие находят? Почему тесные врата? Почему Господь так сделал? И в другом месте написано Евангелие от Луки, 13 глава. «Некто сказал им, Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, «Подвязайтесь востки и сквозь тесные врата, ибо, скажу я и вам, что многие поищут войти и невозмогут». Кажется, что же тогда Господь поставил такие условия, которые вселяют беспокойство в сердце человека. Ведь может оказаться так, что мои основания, веры, они какие-то недостаточные, и мне еще что-то нужно сделать, что-то просить Господа, чтобы указал, что бы мне сделать, чтобы все-таки иметь эту уверенность, эту гарантию. И эту гарантию Писание нам дает. Когда апостол Петр во втором послании, в первой главе, он говорит о том, что откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Это, наверное, как раз то, что нам нужно, когда свободный вход открывается. А вот когда были инвестиционные служения, да, раньше, на стадионах, и там вход свободный, любой может заходить, никто ничего не спрашивает. Но каким образом он откроется? И апостол Павел говорит, что Господь со своей стороны сделал все необходимое для благочестия. Мы имеем все необходимое. А он говорит опять, вера нужна. Но вера не просто в то, что Бог существует, а вера, которая проявляется в конкретных поступках. И он говорит, эту лестницкую благочестие приводит. Покажите в вере вашей. И там много чего нужно показать. Только в этом случае свободный вход откроется. И нам кажется, опять эта планка, которую ставит апостол Петр, она довольно-таки высокая. но Священное Писание говорит, что другого пути нет. Потому что мы, предлагая все старание, покажите вере вашей, добродетель, добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестия, в благочестии и братолюбии, в братолюбии любовь. И мало того, что это должно быть, это должно и умножаться. И мы видим, что для людей, кажется, это очень и очень трудно исполнить. И для учеников тоже было много вопросов к Иисусу Христа. Они так хотели бы, чтобы Господь вот по полочкам разрыл, сделайте, сделайте то, и тогда вы будете иметь свободный вход. И мы видим, что в Ветхом Завете мужи веры, герои веры, которые описаны в Послании Евреем в 11 главе, они говорили о том, что они полностью полагались на Господа. Кто-то из них делал великие чудеса, подвиги веры совершал, а кто-то незаметные. Но все они имели веру. Имел веру и Давид. И когда в Послании филиппийцам во 2 главе апостол Павел пишет, «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только присутствию моему, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит восходение и действие по своему благоволению. Все действие делайте без ропота и сомнения, чтобы быть вам неукоризными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди староптивого и разращенного рода, в котором вы сияете, содержа слово жизни». И это действительно единственный путь. Как мы можем этого достичь? Когда Петр говорит, что мы имеем все необходимое для благочестия, он имеет в виду эту веру, которая действительно Господь со своей стороны искупил нас от греха. Он дал нам слово свое, он нам Духа Святого дал, а теперь уже наша степень ответственности, как мы распорядимся тем, что Он дал для нас, для того, чтобы наша вера постоянно возрастала. И наша задача, каждого верующего человека действительно наблюдать за собой, испытывать, веря ли я, возрастает ли моя вера. И этому служат и наши совместные собрания. И наши радиопередачи, они направлены к этому. И мы очень нуждаемся в вашей поддержке, в вашей помощи. Почему? Потому что мы слабы и немощны. И сознаем свою немощь, и знаем, что только Господь силою своей может вдохновить, чтобы мы могли найти убедительные слова, чтобы люди возложали свою надежду на Господа. Только на Господа. Своими силами ничего не сделали. Господь сделал все для нашего спасения. А теперь наше желание совершить подвиг веры. Подвязайтесь в эти тесными вратами. И для нас действительно подвязаться, это всегда готовность совершить подвиг. и пусть Господь благословит всех нас, чтобы мы в нашей повседневной жизни укреплялись в вере, чтобы поддерживали друг друга в вере. Потому что это самое большое богатство, которое мы имеем. И Бог избавил нас, призвал ходить во свете, укрепил свою силу и могуществом. И написано, что Он ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Верующих людей. Он ввел царство. Не введет когда-то, а ввел. То есть мы Его наследие. Если мы ходим в свете Слова Божьего, если мы всегда готовы сердце свое дать простор Духу Святому, мы имеем эту гарантию, что Господь уже ввел нас в свое небесное царство. И пусть Господь укрепил нас, чтобы мы, ходя в этом свете, могли для других засвидетельствовать через радио, через личные беседы, через личные встречи, чтобы Господь благословил нас, чтобы каждый из нас был Его учеником, который возвещает Его Святое Слово. И теперь перед нами молитва. Попросим, чтобы Господь благословил нас, чтобы мы подвязались в этом, чтобы Господь благословил служение Транспирового радио, чтобы каждая передача была на полной силой Духа Святого. Помолимся нашему Господу. Аминь. Аминь.